Мы не хотим умереть на работе. Это реформа, геноцид народа. В гробу денег не увидишь. С такими лозунгами в минувшее воскресенье на площади Ленина прошел митинг против пенсионной реформы. Чтобы высказать свой протест, здесь собрались сотни людей. Я работала педагогом-математиком столько, сколько это можно было, более чем на полутора ставки. Больше не давали. Моя пенсия в данный момент 9 тысяч. Никаких льгот нет. Льготы я заработала в сельской местности, их здесь отобрали. Никаких льгот нет. Вот 9 тысяч, 6 тысяч коммунальные. Высказаться могли все желающие. На площади с плакатами и флагами стояли люди всех возрастов. И студенты, и пожилые граждане. Они пришли сюда, независимо ни от политических предпочтений, ни от религиозных взглядов. Все объединены одной целью – не допустить повышения пенсионного возраста. Митингующие заявляют – предлагаемый законопроект – это прямое нарушение Конституции. А власть проводит пир во время чумы за наш с вами счет. И лишает нас элементарного, базового конституционного права на пенсию. Люди, мы не бытво, которое можно вести на убой и поглаживать по холке. Почти каждый оратор приводит в пример пугающую, но реальную статистику. Большинство граждан Ивановской области до счастливей и хоть сколько-нибудь обеспеченной старости может просто не дожить. То, что не сделаем мы сами, никто и никогда не сделает за нас. Только объединившись, только вместе работая над нашей общей проблемой, невзирая на политические взгляды, наши разногласия до этого, мы должны объединиться и все вместе бороться против этой по-настоящему преступной реформы. После митинга решено было создать инициативную группу для противодействия реформе. Пока бороться за достойную старость Ивановцы намерены под флагами коммунистической партии. Все желающие сейчас в местном обкоме могут заполнить специальные анкеты и выразить свое отношение к реформе. Нам же это позволит собрать контакты, в ближайшее время показать и областной думе, куда направлен данный законопроект, что жители Ивановской области, как они к этой инициативе относятся, они за или против. Конечно же, большинство, мы понимаем, будут против. И в дальнейшем, чтобы у нас по Ивановской области смогла быть организована данная инициативная группа и уже для проведения непосредственного официального референдума. Мирные собрания были организованы по всему региону. И пусть за победы российских футболистов митинги прошли, казалось бы, незаметно, это только начало. Очередные демонстрации пройдут в Иванове 5 июля. Там же, на площади Ленина, их проведут дважды, один в 15.00, другой в 6 часов вечера. Следующие назначены на 18 и 28 июля. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Проект во все региональные заговоры.